Так, мне надо напомнить, 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 напомню, как мы обыграли в 21 веке, сейчас 21 век, единственная команда, которая обыграла дворную Литвы, на первенстве Европы, никто не выиграл бы. Это без меня. Конечно, вы, вы. Были к меня тоже не было. Нет, это твой возраст. Что, это твой возраст? Калмейтис был. Ну, философия. Ну, во-первых, надо всегда воспитывать игрока, там, человека, чтобы он был самостоятельный. Ну, чтобы не давить, не давить, не, там, не, ну, бывает, надо воспитывать где-то через какие-то, ну, и кнут, и пряник, и, во всяком случае, давать свободу. Ну, определенную свободу игроку. Ну, не пережимай тут такая вещь. Чтобы стать 16 раз чемпионом, это не к чемпионству последнему. Дай бог, что он еще может играть, играть. Дисциплина, ну, внутренняя дисциплина, командная дисциплина. Он всегда слушал тренера и так выполнял. Ну, во-первых, спасибо родителям, которые его передали, баскетбольные гены. Всегда старался быть лучше, чем он есть, так. Он где-то преодолевал свои какие-то неуверенности какую-то. Это бывает, это в детске, все это, ну, воспитывается через спорт, через жизнь, вот. Так что, ну, вообще, умный игрок, умный. Я думаю, что Леша прошел очень длинный путь, начиная от своего первого и заканчивая своим крайним чемпионством. И мне довелось побыть с ним и партнером, старшим партнером по команде, и уже, там, ассистентом тренера главного и главным тренером. Вот, если взять все вместе, это, наверное, его ответственность и обучаемость. Два основных компонента, которые бы я выделил. Конечно, помню. Дело в том, что Леша мимо меня не мог пройти, потому что так получилось, что, ну, мне доверили возраст, вот, шестой год. Ну, а так как Леша из баскетбольной семьи, мама Наталья, она, это был очень классный игрок, который играл за рубежом, в горизонте играла. И папа баскетболист имел просто феноменальный бросок. Поэтому, естественно, все пути шли ко мне. И я его принял, вот, его, Шустова такой, Максим, который сейчас играет за рубон. Кстати, вот эта команда вот шестого года, костяк команды практически, ну, был еще такой Костя Ефремов там, вот. Команда заняла, выиграла на первенстве Европы, обыграла команду Литвы. Это впервые в 21 веке ни одна команда белорусская, юношеская, можно сказать, никогда не выигрывала. Так что, мне повезло с ребятами. У меня, как сказал Михаил Аркаевич, баскетбольная семья, и у меня другого выхода не было. Я немножко занимался другими видами спорта вначале, но потом все-таки решил попробовать баскетбол. Но я пришел вместе с мамой, мы пришли в Белгоспроект, как я помню сейчас. Там уже Михаил Аркаевич тренировал ребят. Я пришел туда просто посмотреть, потому что я в тот момент, когда был сам набор, я сломал руку и не мог заниматься. Мы подошли, поговорили. Михаил Аркаевич сказал, как снимите гипс, восстановитесь, приходите на тренировки. Ну и вот, получается, где-то через месяца полтора я начал заниматься в Белгоспроекте вместе со своим годом у Михаила Аркаевича. Ну вот это плакат команды, которая стала первый раз чемпионом Беларуси. Это команда «Виталюр». И Леша в этой команде стал первый раз чемпионом. Это его первые шаги как чемпион. За «Вцмокок» он 14 раз стал, как клуба, но еще два раза он стал с командой «Виталюр». Можно сказать, рекорд Гиннесса в европейском. 16 раз, я думаю, что надо поискать еще. Да, безусловно, первое чемпионство, но оно запоминается на всю жизнь. У нас собралась очень классная команда. Были непростые соперники в те времена. В каждой игре надо было доказывать. Я был один из самых молодых игроков в этой команде. Может, у меня не было такой большой и значимой роли, но я делал все, когда выходил на площадку, чтобы помогать партнерам добиваться результата. Дело в том, что до этого был еще год, мы играли с «Виталюром» первая лига, мы выиграли первую лигу. И была еще молодая, чисто молодая команда до этого. То есть это 2003-2004 год. У нас была задача, «Виталюр» поставил задачу занять пятое, шестое место. И мы впервые стали третьей. Но это была чисто юношеская команда. Так что вот эти первые шаги в большом, можно сказать, мужском баскетболе мы проходили вместе. И я как тренер, я же шел с детского спорта, и я вырос вместе с ребятами. И мы плавно перешли уже в мужской баскетбол. Но это здорово было. Это было классно. Такой скромный. И я его как бы все время заставлял там, ну, быть немножко, ну, быть, ну, как бы, не особенно отдавать мячи, там, ну, играть как лидер. Вот. Ну, сейчас вот он показывал, вот я был на, смотрел игры и был на игре последней. Там нужный момент, он брал на себя игру и забивал, и как бы выиграл. То есть он уже, вот, ему только сейчас играть и играть. Интересная была игра, интересно, во дворце спорта полный зал был, да? Да, было классно. Да, да, все, я понял. Вот, ну, хороший ему, когда ученик забивает, вы поймите, это всегда, ну, как будто ты забиваешь. Безусловно, я считаю, что первый тренер это так же, как и, ну, как можно сказать, как второй отец. Ну, получается, ты проводишь почти столько же времени в команде, так, сколько ты проводишь с семьей. И даже иногда бывает, что с командой ты проводишь больше времени, чем с семьей. И всегда ты прислушиваешься к старшим, к старшим советам. Ну, всегда они останутся в голове. Ну, я считаю, что это правильно. Опыт поколений должен передаваться. И, ну, ты должен впитывать как губка, чтобы твой опыт передался там твоему же ребенку, либо, ну, товарищам твоим, которые помоложе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok